Сегодняшняя тема, которую я предлагаю, чтобы мы исследовали и посмотрели, читая разные тексты в основном Нового Завета, тема, которая Богом нам открыто, осознанно, преднамеренно, чтобы мы были осведомлены и подготовлены к той духовной войне, на которой мы уже находимся. Знаете, когда офицеры идут учиться, ну будущие курсанты учатся, чтобы быть офицерами в училищах или в военных академиях, им рассказывают о том, как вести войну, какие стратегии могут быть ураган, какие должны быть ответы. То есть они подготовиваются, чтобы правильно реагировать на те угрозы, которые будут связаны с синими профессий. Господь открывает нам, что мы, как Его церковь, как верующие, мы отправлены им на духовную войну. И в Евангелии Бог много говорит о том, как мы должны быть осведомлены, понимая, с какой стратегией, с каким врагом мы встречаемся. И как нам не проиграть, а с Божьей помощью победить. Я читаю некоторые тексты на эту тему, потому что в целом их больше. Первым текстом, как бы отправным, будет Ефесянам 6 глава, стиха 11. «Облекитесь во всеоружье Божье, чтобы вам можно было стать против козни». Слово «козни» – это коварных замыслов, коварные стратегии, которые планируют против вас, стих 12. Потому что наша брань, наша битва не против крови и плоти, то есть не против обычных людей, похожих, как и мы. Но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Это коварная стратегия, которой мы сталкиваемся. Это стратегия, которую ведет против нас враг, невидимый нами. То есть его нельзя не увидеть ни обычным зрением, ни какими-то спецприборами военными. И тем более в этой битве мы должны быть подготовлены, чтобы в ней устоять и быть с Господом, который побеждает. Может быть, основные я назову стратегии, которые направляет сатана, чтобы этому делу Божьему, которое ведет церковь на земле, повредить. И прежде всего он желает, или он действует, чтобы чем меньше людей к церкви присоединилось, чтобы чем меньше у людей стало на сторону Божью, с которыми ему нужно будет враждовать. Он противник того, чтобы люди присоединялись к истинной церкви Божьей. Он противник того, чтобы люди... А что к церкви Божьей человека присоединяет? Его уверование. Он противник того, чтобы кто-то уверовал. И делает все, чтобы не было уверовавших. Может быть, давайте два текста на эту тему. Христос рассказывает притчу о том, которая показывает, что должны будут делать апостолы. Они должны выйти на духовное поле и сеять Слово Божье. И он сравнивает в том, что когда они будут сеять Слово Божье, это семя будет падать на разного рода почву. Помните, четыре вида почвы. И самое невосприимчивое, это когда кинул это зерно, и это зерно упало не на распаханную землю, а упало где-то там на тропинку, на затоптанную землю. И там было такое продолжение, что если падает на затоптанную землю при дороге, то прилетают вороны, и его сразу же выклевывают. Или проглатывают, не дают, чтобы оно там проросло. И Иисус объясняет значение этой притчи, этой иллюстрации. Матфея 13, 19. «Ко всякому слушающему Слову о Царстве». Вот он слушает Слово о Христе, о Евангелии, и неразумеющему. Это как твёрдая земля. Он слушает Слово проповедника, или, может быть, соседа, который ему благовествует, или родственника, который ему говорит. И он это воспринимает, но по-настоящему не понимает. Оно не укореняется. Но он его знает уже. Приходит лукавый и похищает посеянные в сердце его. Вот кого означает посеянные при дороге. Это Слово попало в сознание, но ещё не проникло. И тут же лукавый, тут же лукавый подбегает к этой личности, прилетает, или его бесы, и делает всё, чтобы это Слово тут же, как этот ворон, выклевать, убрать, чтобы оно там не осталось. Потому что если оно там останется, кто знает, оно может прорасти. И, чтобы человек не уверовал. Второй Коринфянам, 4 глава, стих 4. Давайте 3-й, 4-й, 3-й, 4-й стих. «Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа». Бог века сего, даже наши переводчики пишут с маленькой буквы, это сатана, это лукавый. Он здесь над многими господствует, как хозяин, как царь для многих. И он своих поданных делает как духовно слепыми, чтобы они не увидели ту истину Евангелия, которую им доносится. Ослепляет. Целенаправленно ослепляет именно, не на всё. Они, эти люди, многое что видят. Зрение физическое имеют, но ослепляет, чтобы не увидеть духовную истину Христа. Потому что если увидят, уверуют. И Павел говорит, мы идём благовествуем, но мы понимаем, что часть людей, которые мы благовествуем, уже сатана обработала их, сделала их слепыми, и мы им показываем Христа распятого, но они слепые, они его не видят. Потому что он их ослепил. Он сделал так, что вот через ихнюю греховность они это не понимают. То есть сатана, как бы начальная стратегия, сделать так, чтобы человек не уверовал, чтобы не приснился к Церкви Божьей, против которой он воюет. Но часть, часть из тех, кто слышит Евангелие, всё-таки уверовали. И сатана на этом не остановился. Он дальше делает всё, чтобы те, кто уверовал, ихнюю веру разрушить, уничтожить, чтобы они выпали из этой Церкви. Давайте я читаю из послания Павла фессалоникийцам. Первый фессалоникийцам. Павел пришёл в этот город, этот город Фессалоника, сегодня называется Салоники, Греция. И там благовествовала Евангелие, и образовалась Церковь. Были те, кто был ослеплён, были те, у кого он вырвал это, как тот ворон Слово Божие, но были те, кто уверовал. И образовалась Церковь. И эта Церковь образовалась, но там возникли скорые гонения на апостолов, они вынуждены были оставить и пойти дальше. Но Церковь осталась там. Первый фессалоникам, вторая глава, давайте я, стих 14, а потом, собственно, 18. Ибо вы, братья, сделались подражателями Церкви Божией во Христе Иисусе, находящимся ими в Иудее. Потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев. Церковь осталась, но они оказались в гонениях, в преследованиях. Ихни неверующие знакомые над ними смеялись и даже как-то обижали. И стих 18. И потому мы, я, Павел, и раз, и два, хотели прийти к вам, узнав, что у вас там такие гонения, трудности, хотели прийти к вам, но воспрепятствовал вам сатана. Мы хотели прийти, Павел хотел прийти, понимая, ну, как духовный отец, понимая, что в этой ситуации вера на обращенных может поколебаться. Они могут подумать, ну, почему нас Бог не защищает? Почему, если мы за Бога, почему имеем такие трудности? Почему весь мир против нас? И сатана приходит и сеет им эти сомнения. И сатана приходит, и Павел это прекрасно понимает. И поэтому он хотел к ним скоро вернуться, чтобы их наставить, укрепить и чувствовал, что сатана не дает. Сатана дает такие препятствия, он не может попасть сюда. И что делает Павел? Тогда делает Павел, он не может прийти, и Павел делает все, чтобы их укрепить. Он посылает туда Тимофея. Это же послание, 3 глава, 5 стих. «Посему я, не теряя боли, послал узнать о вашей вере, чтобы не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Я не могу прийти, и сатана не дает мне. Что я могу сделать? Тимофей, пойди ты». Он послал Тимофея с какой целью? Чтобы тот укрепил их и узнал, как их жизнь. Не разрушил ли ихнюю веру тот, кто желает ее разрушить этими сомнениями о той жизни или о тех гонениях, которые они претерпевали? И Тимофей пришел, сказал, все нормально, они стоят в вере. Хотя и его визит помог ихнему укреплению. И после этого Павел пишет послание, которое мы сейчас считаем, чтобы тоже их укрепить, сказать, что все нормально, так должно быть, стоить. Сатана препятствует, но в конце концов Бог захмаляет Павла сделать то, что он может. И это даже может быть приносит еще больший результат для победы Царства Божьей. Идет Тимофей, пишется послание, которое не только теперь полезно было для фессалонкийцев, но и для нас наставляет. Вообще, сам термин, само слово «сатана» означает противник, буквально это противник. Он противится тому, что делает Бог, через свою церковь. Павел хочет прийти, а он как бы против него. Но не получается так, сделаем по-другому. Мы не заднимся, говорит Павел, и мы будем стоять за то, чтобы вы устояли. Петр пишет в своем послании, 1 Петра, тоже церкви, которая переживала гонение, и чтобы в этом мы не устояли, не разочаровались. 1 Петра, 5 глава, стиха 8. «Корезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, вот противник ваш, дьявол, ходит, как рекающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». То есть он ходит, он желает вас напугать, он желает, чтобы вы разочаровались, чтобы вы не вылазили, не вылазили как бы даже изнаружи, не показывая о том, что вы верующие, но вы стойте, как бы пусть ваша вера не поколеблется, отвечайте на все это, а я буду веровать и буду Господу верным. Другой вариант, который используется, чтобы где-то веру, которая возникла, поколебать, кроме запугивающих гонений, кроме сомнений, которые вызывают в этих трудностях, он пытается посеять ересь или заблуждение, чтобы человек начал верить не в той Евангелие, которая спасает, а в что-то другое, что не спасает. Второе в Сатанкидсам, вторая глава, там написано о событиях, которые будут в самом конце земной истории, о том, когда явится Антихрист, но и показано, какой стратегией будет пользоваться сатана тогда и частично пользуется и сейчас. Второе в Сатанкидсам, вторая глава стиха 9-го. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истинной для своего спасения. Сатана даст этому Антихристу делать разные ложные чудеса, не в том, что они будут недействительные, а в том, что они будут сделаны для лжи, чтобы ложь проповедовать. Он будет делать чудеса, которые люди будут восхищены чудесами, чтобы увлечь, веровать не в Бога, а довериться этому обманщику. Христос, когда предупреждает нас о приближении приходок и его пришествия, говорит о том, что явятся многие лжи Христы и разными тоже знамениями попытаются увлечь даже избранных. Избранных – это те, кто пошли за Господом, это те, кто верует. Сатана использует даже для поддержки своего бесовского учения, не евангельского учения, разные фокусы, чудеса. Второй Коринфянам 11 глава «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела свет, а потому невелико дело, если и служители его принимают вид служителей правды, наконец их будет по делам». Сатана обманывает, являясь даже людям, как Божий посланник, и он использует для этого людей, которые уже он завербовал, чтобы они тоже под маской Божьих посланников распространяли не Божье учение. Может быть, оно имеет вид, что это будто бы Божье, но исковерканное, испорченное, которое не спасает. Это же глава, стих 3, это же глава, вот на эту тему Павел застерегает нас, церковь. «Но боюсь, чтобы как змей, как змей хитростью своей прелестил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе». Вот эта опасность, она была для церкви с первого века и для нас есть. Когда приходят какие-то люди, а сейчас это тем более все намного, может быть, острее и опаснее, потому что все эти учения легко распространяются через, вот включил телевизор или интернет, и если не бодрствовать, то реальные случаи. Когда вроде бы говорят из Библии, и ты слушаешь их, и если хорошо не настроен на Писание, не знаешь Писание, могут так тебя запутать, что ты не будешь знать, где выход, и потеряешь самое ценное Евангелие Христово. Первый Тимофеевич, четвертая глава, о нашем времени сказано, первый стих, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры». От веры, опять-таки, это борьба против тех, кто уверовал. Почему отступит? Потому что, понимая духом обольстителем и учениям бесовским. Во-первых, Сатана хочет, чтобы человек не уверовал. Но если он уверовал, борьба продолжается. Он меняет стратегии. Да, ты уверовал. Он его запугивает, сеет сомнения, не помогает это. Использует разные заблуждения, чтобы через учения, которые бесы приносят, и распространяют через людей, чтобы этим тебя сбить с толку. Поэтому выход, это выход устоять. Мы можем только глубоко, системно, регулярно, вникая в Слово Божие, в истину. Друг друга наставляя. Следующая стратегия, которую он делает против тех, кто уверовал, значит, и пытается использовать против нас, когда вера разрушается не только через доктрину, через ересь, а вера разрушается, когда человек начинает поступать не по вере. Поступать не как Христос говорит, а по миру, по греховному, когда грех начинаем любить больше, чем Бога и послушание Господу. Когда Христос принял крещение и пошел в пустыню, его дьявол искушает. На что он его искушает? Искушает на то, чтобы он сделал не так, как отец запланировал его служение. Увести его от послушания Богу, который ведет к кресту, к жертве, на какие-то, может, чудеса, на какие-то другие пути, как мир завоевать. Со Христом ему не удалось, но в Библии есть примерник, где ему это удавалось. Один из апостолов Иуда, это был апостол Христа, который ходил со Христом и был учеником Христа. Помните, когда идет время, когда Иуда собирается предать, не раз Евангелие повествует, что лукавый вошел в его сердце, лукавый его завоевал. То есть дьявол на него наносился, и он дал ему это место, наноситься. Даже вошел в его сердце, в его ум, и начал им руководить. И он сделал что? Он пошел и Христа предал, предал, чтобы его убить. Может быть, еще один пример церковный, когда, я читаю случай из Анании и Сапфиры, это Деяние, 5 глава, стих 3, но Петр сказал, Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли? Помните, когда они пришли и пожертвовали сейчас какую-то сумму на дело Божье, а при этом обманули и сказали, вопрос был не в деньгах, а в обмане. Обманули, что мы за эту сумму продали, а это была не такая сумма. И Петр говорит, знаешь, в чем проблема? Ты дал возможность сатане тебя убедить, и ты сделал то, что делает сатанас. На, обманщик, он отец лжи, он тот, кто придумал обман. И он вдохновил тебя обманывать, обманывать церковь, апостолов, Бога. И помните, Божий суд, этот Анания, его жена тут же умирают. Первый Коринфянам, седьмая глава, стих пятый. Это наставление для мужей и жен. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию на время для упражнения в посте и молитве, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием ваш. Разные крючки, разные наживки. Семейные люди будьте начеку, зная, что сатана тоже против вас воюет. Вы ходите в собрание, ты думаешь, ты ходишь в собрание, ты уже всем защищен, ты на войне. Он будет атаковать, будет атаковать соблазнами, провоцировав на измену. Но не дайте ему повода, чтобы эти искушения были сильными для вас. Простое наставление, практическое наставление. Не будьте долго порознь. Потому что он будет эти ваши желания еще больше разжигать и еще больше провоцировать на соблазн, на неверность. Знаете, когда меня удивляет, когда есть прямой текст Писания и некоторые верующие так беспечно дают себя перехитрить. Имели даже благие цели. Поехал на заработки или поехал на заработки один, а семья осталась здесь, или муж и жена остались здесь на долгое время. Писание ясно говорит, что не должно быть такой долгой грозы. Хотите, едьте уже сами, едьте все вместе, если на то пошло. Я знаю случаи, я знаю случаи верующих на нашего братства. Цена была очень большая. семья распалась и это не только семья, духовные падения, отлучения и катастрофы. Не дайте себя уводить в эти сильные искушения. Это же послание Якова, послание Якова, 4 глава, стих 7. Чем мы можем противостать? Как мы можем победить? Секрет успеха в этих искушениях, где нас толкает он на грех. 4-7. И так покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас, и убежит от вас. Победа в чем? Победа в том, когда мы в полной мере всегда готовы Богу покоряться, Богу подчиняться. Покоритесь Богу. Если вы будете подчинены Богу, он же не будет над вами иметь власть. Он увидит, что вы Богу подчиняетесь, и ему бесполезно возле вас крутиться, побежит дальше. Полное подчинение, Господи. Не дать какую-то лазейку, чтобы где-то Богу не подчиняешься. В послании Кефесянам есть там тоже четвертая глава наставления как мы должны жить. Это должно жить, вот так поступать, так поступать. Там есть такая короткая фраза и не давайте место дьяволу. Когда мы поступаем не по Божьему, когда мы ему не подчиняемся, мы даем место дьяволу. И он же как бы одну ногу всунул в наше сердце. Может он все дуть в другую и полностью под защитой вы будете. Попеда будет за вами. То есть он соблазняет грехом, ну как, как бы рисуя или рекламируя большие привилегии, которые сулят нам, если мы послушаемся его, а не Бога. Ты слушай, решить все твои проблемы. Поедешь на заработки, будешь зажиточным сделаешь ремонт, расширишь жилплощадь, то есть такие картины рисуют, а не говорит о последствиях, не говорит о цене, которую при этом заплатить. Он рисует что-то сладкий грех, а не показывает, какая будет горькая печаль. Но когда грех случается, тогда уже совсем другая реакция или совсем другая стратегия. До того, как грех не сделал, он рекламирует грех, рекламирует грех, и нас пытается ввести в грех. Но когда грех сделан, совсем по-другому, он показывает мерзость греха, говорит, какой ты мерзкий, какой ты противный, иди отсюда, чтобы тебя Бог даже не видел, потому что кому нужен такой ни церкви, ни Богу, уже совсем другая реакция. Чтобы посеять разочарование и не дать шанс даже на покаяние. 2 Коринфянам 2 глава. Давайте с 6 стиха увидеть, о чем идет речь. Для такового, человек, который согрешил, согрешил, и Павел обречал, и все, что-то не должно быть, но потом он покаялся. Для такового, довольна сего наказанию от многих. Так что вам лучше уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен в чрезмерные печали. И стих 11, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам небезызвестный ум. Я хорошо понимаю его тактику. Он этого человека спровоцировал в грех, а теперь он его мучит, показывает, что он недостоин, что он не должен возвращаться, но мы должны это понимать, и его готовность просить, потому что он уже покаялся, и принять, чтобы чрезмерная печаль, разочарование не раздавило ему веру. Во-первых, Бог засерегает нас, чтобы мы были во всем покорны, но если даже где-то мы уступились, мы должны каяться, искренне каяться, и принимать от богопрещения, как бы упал, встань, и пойди дальше, это не выход упасть, все же, мне уже нет шансов, шанс есть, Бог предлагает руку, и мы должны помочь и принять, так, делать все, чтобы вера была разрушена, разными методами, разными уловками, через сомнения, через ереси, через падение в грех, через зачарование, но это не все, даже действует на том, чтобы даже на физическом уровне, на физическом уровне верующих было меньше, и если бы ему Бог позволил, он бы просто сделал так, чтобы все вымирали от чего угодно, даже от болезни, ему нравится убивать, убивать особенно божьих людей, помните, когда Христос общается с ревностными евреями, которые очень религиозны, и он говорит, что ваш отец дьявол, вы такие религиозные, но ваш отец дьявол, почему, потому что вы хотите исполнять его похоть, он был человек-убийцей от начала, а теперь вы хотите меня убить, у вас желание меня убить, я знаю, от кого это желание, от дьявола, это он ваш отец, он желает меня убить, и он это желание дает вам, и собственно, Иуда только им предал его, а они организовали убийство, первое Иоанна, первое послание Иоанна, где упоминается, как на земле произошло первое убийство, первое Иоанна 3,12 не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего, а за что убил его? За то, что дела его были злые, а дела брата его правят. Мы все знаем эту историю, что дети восердственной школы, но Иоанн открывает, он убил, он убил причину убийства, потому что он был от лукавого, потому что дьявол им руководил, и дьявол дал ему ненависть к праведному брату, и дьявол его руками этого праведника растерзал и его убил. Поэтому мы не должны удивляться, если встречаем ненависть, может быть, незаслуженную ненависть от людей, даже желание я вас всех поубивал, мы понимаем, кто это хочет. И это также его стратегия, если даже не убить, потому что если Бог не даст убить, то хотя бы запугать. Откровение 2 глава, есть ряд посланий церквям от Христа, и вот одно из лучших церквей, которые по духовному состоянию, это церкви смирно, Откровение 2 глава, Иисус произойдет такое послание из 9 стиха, «Знаю твои дела и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие от тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское, не бойся ничего, что тебе надо будет претерпевать. Вот дьявол, не бойся, он хочет тебя запугать, но да не бойся, вот дьявол будет вергать из следы вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10, будь верен до смерти, и дам тебе вернеть жизнь». Христос предупреждает церковь, к вашей церкви дьявол берет такую вот стратегию, он будет через людей, через евреев, через их синагогу, делать на вас гонения, вас будет арестовывать, даже вас будет судить, возможно, некоторых даже казнят, но ты не бойся этого, пусть тебя он этим не запугает, будь верен Христу до смерти, и ты победишь, тебе будет награда. Это же глава, стих 13, уже другой церкви, там другая ситуация, в церкви Пергама, там гонения произошли уже не от евреев, а от язычников, такая фраза там есть, стих 13, знаю твои дела, что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое, и не отрекся от веры моей, даже в те дни, на что он воюет, на веру, но ты не отрекся, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный святитель мой антип, может быть, это был пастор, может быть, был просто такой ревностный духовный брат, он пытается запугать, он пытается вашу веру разрушить, но ты держись, эти люди, язычники, которые восстали, восстали там, потому что их, над ним имеет власть сатана, он использует и будет вас пугать, но ты не бойся, ты стой до конца, будь Богу верный, ну, вообще, Господь показывает, что Он, Он правит миром, и сатана просто имеет какую-то допущенную Богом роль на некоторое время, и Церкви Божьей, он не может сделать ничего, если Бог не допустит, даже эти гонения, эту злость, что Он дышал убийствами, и дышит убийствами на Церковь, она не реализуется, если Бог не допустит. А мы знаем, что если Бог допускает, то Он допускает для нас благой цель. У посла Петра есть такое наставление Церкви, которое переживает гонение, дабы испытанная вера ваша, испытанная вера ваша, оказалась драгоценнее гибнущим, хотя и огнем испытываемо золото. Похвале, чести и славе объявления Иисуса Христа. То есть, Бог допускает эти гонения на вас, чтобы в этих гонениях ваша вера стала еще чище. Как золото ощущается через переплавку, чтобы вы стали в своей вере нам намного дороже золото. Бог это допускает, но ты останется, если ты устоишь, ты выйдешь еще более драгоценным, еще с более крепкой верой, еще с более благословениями у Бога на небесах для тебя. Как пример, чтобы устоять, тоже откровение, глава 12, описанного Церкви, которая у тех, кто уверует во Христа, уже в самом конце земной истории, когда, надеюсь, мы будем на небесах уже, или через смерть, или через Вознесение Церкви, а останется люди, которые уверуют, многие из них будут из евреев. Откровение 12, глава, стих 11. Давайте с 10 стиха. И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и Царство Бога нашего, и власть Христа его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь. Они победили его кровью агонца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти. Знаете, в этот период, когда будет антихрист на земле, то все, кто начнут веровать, он будет истреблять. Только небольшое количество людей, которых Бог сохранит. И сказано, что эти люди, они победили. Как победили? Видно, что Он их убьет. Антихрист их убьет за то, что они верующие. Но они победили чем? что они продолжали исповедовать веру Христа перед Его угрозами. Когда Он говорил, не отречешься, не примешь печать, убьем тебя. Они остались Господу верны даже через смерть. Это была победа. Эта победа будет такая сильная, что в тот момент, когда это совершится, дьявол, который сейчас на небесах, сейчас он имеет доступ и на землю, и на небо. И знаете, что Он делает, когда появляется на небо? Мы читали стих 11, что Он делает? 10. Он не перестает ни день, ни ночь, когда Он является на небеса, Он не перестает даже ни днем, ни ночью делать свое дело, Он клевещет на братьев, Он клевещет перед Богом на нас. И это продолжается. Это будет завершено, когда период этой скорби через смерть мучеников будет такая победа, что Он будет скинут с небес и будет только на земле. В эти последние дни перед пришествием на землю. Но сейчас Он на небесах. И на небесах может быть и на небе являться. Когда Он является на небесах, А Боже, я знаю о Твоих. Ты думаешь, что они веруют по-настоящему, они завершатся перед Богом, Божье лицо. Забери у Него все, Господи, ты его просто купил, ты его сделал самым богатым, самым благословенным, забери у него все это, он таким не будет. Он клевещет, и его клевета в том, что наша вера к Богу, наша любовь к Богу не поддана, не искренняя. И Господь в чем-то позволяет ему проверять нас. Вот он не все ему не разрешает, знаете, как дикий зерень, но он на поводку у Бога. Он говорит, хорошо, я тебя пускаю к Иову, но жизнь его не трогай. Все можешь делать, но жизнь его не трогай. И его атаки, они ограничены Богом до того, что Бог запланировал, чтобы нас испытать. И цель его, опять-таки, чтобы мы в этих испытаниях устояли, подлинность нашей веры, нашей любви к нему была доказана. Поэтому еще одна его стратегия, кроме того, что он дышит убийствами и угрозами, нас запугивает, он является на небесах сейчас как бы с компроматом против нас. И Бог допускает его, чтобы он делал какую-то зло в нашей жизни, чтобы наша вера была проверена и в этом еще больше была утверждена. Помните, апостол Павел говорит о себе, о том, что чтобы он не превозносился в чрезвычайных откровений, что ему было дано, какая таблетка Бог ему допустил. Данная была жала в плоть, а что это за жало в плоть, он объясняет, ангелы сатаны. Бог допустил, чтобы дьявол допустил какие-то болезни, сильные болезни Павлу, но Бог допустил, это для цели, чтобы через эту болезнь, через эти страдания Павел не возгордился, потому что ему было очень много дано. и так в этих разных стратегиях, которые он использовал против нас, Бог всегда говорит нам о том, что мы можем в силу и победить, и мы должны победить. Да, говорит на нас, Богу, клевету, или против нас говорит какую-то, может быть, негативную информацию, Он нас осуждает, но есть Тот, Кто за нас ходатайствует, и это Христос. Когда перед Своей смертью Иисус говорит с Петром и открывает Петру, что Петр отречется, и Иисус говорит Петру, знаешь что, Сатана просил, чтобы Я просеял вас как пшеницу, тебя и всех остальных апостолов, помнишь, но Я, но Я молился у Тебе, и в чем молился Христос, чтобы не скуднела вера Твоя, и Ты, некогда обратившись у Три братьев Твоих, ты в своей вере, Я молился, чтобы Ты в своей вере не ослабел, и чтобы Ты был инструментом, чтобы и другие братья не ослабели, но Я молился у Тебе, Христос молился, и молится, и ходатайствует, и Он предлагает нам еще один арсенал в этой битве, чтобы побеждать, это молитва, друг за друга, и за себя лично. Мы хорошо знаем молитву, которую Он дал, как аборзец, отче наш, отче наш. Даже предполагают, что эта молитва может быть ежедневной, потому что, я помню, мы молимся за хлеб ежедневный, и там есть просьба, кроме хлеба, и не веди нас в искушение, но избавь нас от лукава. То есть, мы нуждаемся в ежедневном хлебе, да, но мы ежедневно нуждаемся в Божьей защите. Ежедневно на нас идет, на нас идет, как бы, охота. Эти снайперы, эти бесы, они вокруг нас. Это ежедневно. Иисус говорит, поэтому ежедневно мы должны Бога просить защиту, чтобы Его искушения нас не победили, чтобы Он дал нам устоять или не провел через такие искушения, в которых мы бы оказались неготовыми и упали. Господи, не веди нас. Итак, еще один текст Писания. Книга Откровения, глава 20. Вообще, в этой борьбе сказано, что мы можем победить, потому что Христос уже нанес может быть, самый сильный смертельный удар дьяволу на кресте, когда он был распятый. Он поразил сатану. И он же не имеет над нами власть. И мы уже можем быть теми, кто побеждает, потому что грехи наших кровью Христа прощаются. Но этот враг, которому нанесена смертельная рана, но он еще жив, он еще может действовать. И вот в конце концов, что ждет его, какая конечная судьба. Откровение глава 20. Вообще, в этой главе описано, начинается глава с того, что описано, что все верующие во Христа воскресны и будут Господом в Царстве целую вечность. А потом продолжается 70. А дьявол, прельщавший их, вот те, кого он прельщал, но не прельщил, вот они веру сохранили, они в Царстве, а дьявол, прельщавший их, вершин в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков. Дьявол это знает, что его ждет поражание, полное поражание. Не знаю, что им мотивирует. Может быть, ему хотелось бы, чтобы там, в этом озере огненном, было чем побольше вокруг него. человеческих душ. Может быть, просто завистно, что кто-то будет из нас спасен, а он не спасен. Его ждет погибель. Его ждет вечная погибель. И все, кто будет на его стороне, они все проиграют, они все будут с ним, они все будут в аду, все будут на вечные мучения. С Богом будут те, кто оказался с Богом и в его церкви, кто оказался противником сатаны, кто оказался тем, кого он не переиграл, не перехитрил, не завоевал, те, чью веру он не разрушил. Нет здесь в этой войне какой-то нейтрального положения. Вот там воюют, а я где-то в стороне. Нет нейтрального положения. Нет нейтрального места. Это в этом мире или с дьяволом, или с Богом. Или ты окажешься верующим, или неверующим. Или ты будешь в Божьем царстве, или в аду с дьяволом. Но все, кто с Богом победят, все, кто окажется в его церкви, будут на небесах. И Господь нам открывает и сегодня вдохновляет нас, чтобы мы еще с большим усердием держались за Господу. В принципе, победа очень простая. Побеждает Христос и все, кто с Ним. И чтобы нам победить, нужно быть в его команде, в его армии, его воинами, быть с Ним. Он нам дал все возможности. Во всем слушаться его команды. изучать его Евангелие, чтобы жить по этому Евангелию. Он нам дал рацию, рацию, на. Когда трудно, вызывай меня на помощь. Молись, я поддержу. Он нам открывает будущее, скорое будущее, очень скорое будущее. Как скоро этот мир земной изменится и будет его царство. И дай Бог, чтобы в этом Божьем царстве был ты и я, потому что мы в него уверовали, и наша вера даже в этих испытаниях оказалась драгоценнее гибнущего золота. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин, Корректор А.Егорова Продолжение следует...